За горами, за лесами, за широкими морями, Нонче было или давно, знает солнышко про то, И еще вьюга знает ветер, знают взрослые дети, Только утро настает, а учитель, он себя называл Учителем, путь идет с непокрытой головой, Не обутаю ногой, только трусики на нем, Без рубашки, босиком, грудью в ветер рассекает, А метель пред ним играет, смело по снегу ступает, След ногой не оставляет, то есть идет выше, левитирует. А бывало в море входит, Глаз с него никто не сводит, Вдруг исчез, ушел на... О Порфирии Корнеевича Иванове я рассказываю по книге «История Паршика», Составитель Пичугина и А. Воронеж, изданном в 1991 году. Значит, здесь, в этой книге, включены дневники самого Порфирия Корнеевича, описание, Далее описание очевидцев. В том числе имеются и такие фантастические описания следующего характера. Когда американцы полетели на Луну, у них что-то там не заладилось уже на самой Луне. То ли они не могли выйти, то ли не могли открыть люк, заклинило, но что-то такое серьезное было. И как рассказывает Армстронг, что Порфирий Иванов помог им, значит, выйти на Луну и улететь с нее. И есть фотография дарственная, подписанная Армстронгом, с такой вот благодарственной надписью, как к Порфирию Иванову, как к своему спасителю, который помог им осуществить этот полет, не остаться там. Когда спросили самого Порфирия Корнеевича Иванова, а было ли это дело, он ответил так, что, мол, эти люди-астронавты пошли против природы, полетев на Луну, и природа хотела их оставить там, на Луне. Он умолил ее, чтобы она этого не делала, и тем самым способствовал успешному полету американских астронавтов. Вот такой рассказ имеется. Вот в этой книге вы можете ее найти и почитать. О Порфирии Корнеевича Иванове как раз кто-то попросил, а не расскажете ли вы о нем? При первом взгляде, можно так, что-то такое простоватое сказать, если там покопаться в различных литературных источниках, то очень много различных отзывов, статей о Порфирии Иванове. Есть клубы имени Порфирия Иванова, занимающихся по его системе, детки. Положительные отзывы, отрицательные отзывы. Ну, много-много всего-всего-всего. И как-то среди всего этого рассказать действительно о том, что с тобой представлял Порфирий Корнеевича Иванова, непросто. Человек он был творческий, оставил множество записных тетрадей. Он постоянно писал какие-то заметки, причем все это писалось своеобразным языком, который не каждый человек поймет. Но, тем не менее, эти записи находятся у его последователей, которые все это как-то расшифровывают, где-то там они издают за свой счет. Чтобы понять, что собой представлял личность Порфирия Корнеевича Иванова, масштабы этой личности, это надо понимать, что существуют общие законы посвящения и духовного совершенства, применяя которые, человек, независимо от каких-либо там религиозных убеждений, он движется по пути духовного совершенства. Не хочется вот это вот мне постоянно так говорить, что вот раньше, до того, как эти религии были изобретены, вернее, получены от высших сил, было что-то такое более-менее единое. Вот. А потом уже это, как бы сказать, это сюда пошло, это туда пошло. Но, тем не менее, в основе всего этого лежит смирение и работа над своим сознанием. Две вещи. Смирение и работа над своим сознанием. Которые приводят к тому, что происходит посвящение, та или иная степень посвящения, и человек подключается к тем или иным силам. Это важно понимать. И вот теперь, после вот этого, можно уже дальше рассказывать о Порфире Корнеевича Иванове. это довольно-таки сложная, весьма сложная творческая личность, которая сама себя совершенствовала. он рассказывает, что я родился где-то в феврале в землянке. Была ночь, бушевала вьюга, и вот в эту вьюгу Порфире Корнеевича Иванова родился. Как он стал себя назвать, покоритель природы. Дальше это все было еще при царе-батюшке. Все было как у всех людей было. Значит, он и табачком баловался, и водочку попивал. И девок щупал. Вот примерно так он этот период описывает. Работал, батрачил там у барина, потом там и в шахте поработал. Семью создал. Насколько я так помню, у него два сына. И вот пожив, посмотрев на житье-бытье, которое его окружало, он начал задумываться. Начал задумываться, почему человек болеет и умирает. Что для этого надо сделать, чтобы он значит, вот был здоров. и вот с такими там рассуждениями. Насколько опять-таки я все это помню, эту книгу. Хочется так хронологию выстроить, а потом уже различные так статьи, кто что там о нем рассказал. Так вот, он решил вначале снять шапку. Походил без шапки. походил без шапки какое-то время. А вроде бы нормально. И вот там интересно, все, не просто там он без шапки ходил, а вот я без шапки пойду, только вот в таком случае, то есть какой-то чтобы знак был. Что если да, тогда я пойду, если вот нет, там я воздержусь. Ну, значит, походил без шапки, он видит, что нормально. А до этого он болел простудами. то есть все было как и у всех. Он решил снять уже в зиму верхнюю одежду. вот и начал потихонечку раздеваться. Снял верхнюю одежду там походил. Потом там еще решил снимать. То есть он не сразу переоделся, скажем так, в шорты. Шорты так их сказать, русские шорты. Не сразу переоделся. Я одно прекрасное время не ходил разрушив. Разрушиваться-то надо, а как надо? Вот ко мне обращается человек. У него супруга болеет. Болеет серьезно. 17 лет не ходит на гонелое. Помоги или посмотри, что ли будет делать, значит, будет хорошо, хорошо, а будет плохо. Я обязан не то, что ее жену, а каждого человека принимать. И каждый человек должен так сказать, говорить, ловиться тем, чтобы оно было хорошо. Я иду и говорю, если я эту женщину подниму на ноги, то тогда пойду зимою раздухшим, посереду. раздухшим. И вот я ее пришел принял, костыли забросил на горючье и сам ушел. Когда слушаю, он мне говорит, женщина так ходит на гонелое. Я не верю, мне так, что нет, не доверие к этому. Я к этой женщине прихожу, она действительно ходит. Я тут ее, кажется, тебе же мне надо разрушить по снягу, это уже моя должна силы в этом раздевать. И я решил, значит, так, вот, значит, взял сам себе голову и говорил, значит, обязательно я пойду и слех раздух. За 10 километров захожу от поселения и там разувается и иду. Холодно, но я терплю, я сознательно это делаю без никакой какого всякой болезни. Когда я это проделал, пришел у поселения, с меня начали смеяться. Я думаю, что ж вы смеете, мне ж холодно. Взял ботинки из портфеля, вытащил, зарабылся. Перестали смеяться, я думаю, в чем же дело? Это что-то такое не так. Значит, все то, что человек сделал, на себе наделал, это значит, чужое и совсем мертвое, то есть недешевленное. Раз они недешевленные, я встал постепенно. То головной убор, а то голову, а потом пиджак, а потом рубашку, потом брюки и пришел и трясал. Какая прелесть, какое здоровье, это не могу я вам описать. не боясь выходил зимними ночами в степь, ходил там по степи. Это уже только ему известно. Вот при этом, при этом было, насколько я могу судить, полное доверие тому, что все с ним будет нормально, то есть он насчет этого даже не задумывался, никакие страхи его не тревожили. Полное доверие и слияние с силами природы. Вот он как раз не хотел их покорить, а хотел с ними подружиться. Хотел, чтобы эти силы природные, особенно холод, как он говорил, закалка, тренировка, способствовали тому, что выковали из него нового человека, доселе неизвестного. Далее он начал обливаться, вроде сначала как он ножки обливал, по колено ножки какое-то время, а после этого он перешел к обливанию целиком. Два ведра выходил во двор и обливался. И голодал он сначала там. Как начал голодать Порфирий Корнеевич Иванов? Сначала он голодал в неделю сутки, изредка по несколько суток подряд. Регулярно занимался физически, бегал, обливался холодной водой. Холодная вода стимулирует генетический аппарат клетки, вызывая деление клеток. В питании он долгое время никаких норм не придерживался. Затем он постепенно увеличил количество времени проводимого без еды до двух суток в неделю, затем до четырех в неделю. Как он вспоминает, аппетит стал волчий, но я терпел. То есть вся основана на терпении. Терпение помогает очистить от желаний, а желание это можно сказать посторонняя разумная энергетика, которая паразитируется на человеке и через него потребляет то, что она хочет. Вот многие говорят, вот мол глисты влияют на сознание человека, чтобы он съел то или иное, что им надо. Влияют на сознание. А как влияют тонкоматериалов, паразиты толком никто не описывает и никто не знает, но тем не менее это влияние еще более широко распространено и более глубоко. Когда вас, ваши желания, ваши, будем говорить, мысли, ваши чувства, ваши еще что-то, еще что-то требуют от вас определенных действий и естественно определенной еды, а вы им не даете. и тогда они от вас отскакивают, вы становитесь цельной личностью с энергетикой, которая становится цельной также, потому что ее раздербанивают вот эти все наши желания. Толпа набежала различных желаний, хочу компьютер, хочу машину, хочу трусы такие, хочу, хочу и такую и прочее, 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 вы все это на-на-на-на-на-на-на, как деньги, у вас есть определенная сумма денег, набежали родственники, набежали друзья, набежали знакомые, всем что-то надо, вы раздали и сидите без ничего, то есть, вот так точно мы отдаем энергетику своим вот этим всем вещам, об этом как-то никто так явно, явственно и прямо не говорит, вот как я, потому что исследуя вот Порфирия Корнеевича Иванова, я понял, на что направлена его методика, как он с этим работал, то есть, колоссальное терпение, плюс еще, я так несколько отвлекся, ну пускай этот процесс идет, а то я забыл, вот как он себя стимулировал на голод, мы тут читаем, 4 дня голодать, и так, знаете, из недели в неделю, аппетит там волчий, а он еще иногда голодал и больше, что говорит, Порфирия Корнеевича, а как же ты голодаешь, вот как ты это, а он говорит, вы знаете, вот если я не проголодаю, еще там день к своему там голоданию, к какому-то там длительному, то может все человечество умереть, то есть, такая мотивация, не то, что мне плохо, хорошо, что-то я получу, а мотивация такая глобальная, что вот, я это делаю ради жизни человечества на планете Земля, это совершенно иной уровень мотивации, который позволяет выдерживать вот эти все вещи, то есть, он шел, как бы сказать, вне религиозного направления, по пути духовного совершенства, который вот предлагает, как я там перечислял, такие методы, как это, естественно, пост, строгий пост, это голодание, как, значит, смирение тире терпение, вот, и за счет вот этой мотивации он достигал таких вещей, и за счет осознанного терпения, потому что многие даже спрашивали, у Порфея Корнеевича, а вот вам не холодно? А он говорит, мерзну, еще как мерзну, но я терплю, осознанно терплю для того, чтобы развить некие силы в себе, которые будут сильнее этого холода, дабы победить, он же говорит, победитель природы, дабы победить вот эту вот стихию природы, стать властелином всего этого, но это не значит, чтобы что-то сознательно менять, а вот развить вот эти вот качества в себе с помощью сил природы, и с помощью, говорит, окружающего мира, все есть, но мы это не задействуем, мы не понимаем, нам что-то там надо такое, этакое, что кто-то работал, но не мы работали, поэтому вот это вот терпение, неимоверно сильное терпение, осознанное терпение, позволило ему избавиться от всего лишнего, что есть в сознании человека, вот эти там привычки, потребности, все это лишнее, все это мишура, как я вам сказал, стать цельным, могучим, уже, когда человек становится таким цельным, цельной личностью, он может управлять процессами в природе. Согласно утверждению Паршика, у него уже в начале практики, его практики, стали проявляться ситхи, особые совершенства, вот как он рассказывает об этом сам в стихотворной форме, за горами, за лесами, за широкими морями, нонче было или давно, знает солнышко про то, еще в юго знает, ветер знают взрослые дети, только утро настает, а учитель в путь идет, с непокрытой головой, не обутой ногой, только трусики на нем, без рубашки, босиком, грудью ветер рассекает, а метель пред ним играет, смело по снегу ступает, след ногой не оставляет, а бывало в море входит, глаз с него никто не сводит, вдруг исчез, ушел на дно, ждут, волнуются давно, час прошел, второй проход, он из моря вдруг выходит, рад вас видит, говорит, а народ стоит, молчит, он на воду спать ложится и храпит, так сладко спится, а волна его плескает, ветер песни напевает, и колышет еле-еле, как младенца в колыбели, дальше сказ такой мальчишки, не прочтет это в книжке, говорят, что это было, трое суток, ливнем лило, затопило все вокруг, что творилось, ужас, други, плачут старые дети, будто стонет все на свете, плачут все, мужья и жены, все смешалось, крики, звоны, вдруг учитель появился, и народ весь удивился, только рученьку поднял, ливень сразу тише стал, постепенно затихал, и совсем вдруг перестал, говорят, такое было, солнце яркое палило, сжечь посевы все грозило, а без хлеба плохо было, но учитель вновь пришел, взглядом небо обошел, только рученьку поднял, сводь небесный задрожал, поплыли по небу тучи, хлынул дождь на землю скручей, напилась вода досыта, и от пыли все умыто, а еще такое было, двое суток море выло, шторм сильнее поднимался, плач детей не унимался, камни с грохотом летели, люди ведь все онемели, как учитель появился, шторм на море прекратился, только рученьку поднял, ветер тише, тише стал, постепенно затихал, гладь морскую обнимал, все учителя любили, на совет к нему ходили, а совет его таков, чтобы каждый был здоров, молодых отдай учение, старика везде почтение, и чтобы каждый был здоров, не боялся холодов, утром, вечером мыть ножки, один день не есть ни крошки, даже каплю в рот не брать, чтоб болезнью не страдать. Вот такой был Порфирий Корнеевич Иванов, старался учить людей хорошему, и так его называли учитель, оставил свое учение, в котором есть нравственная сторона, в котором есть работа над своим сознанием, и в котором есть работа и на физическом плане. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.про. Доброго здоровья и до новых встреч! До новых встреч!